Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на канале, посвященном виноградарству и виноделию. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарь по призванию. Мы занимаемся выращиванием винограда более 10 лет. Наша коллекция составляет более 250 сортов и гибридных форм. Конечно, нам есть чем с вами поделиться. Сегодня речь пойдет о весеннем разгоне. Поговорим, что это такое, какие там есть особенности, ну и вообще нужен ли он. Прежде чем я начну небольшое такое отступление, у меня нет никакого желания кого-то переубеждать. И это видео скорее адресовано тем, кто вот где-то что-то посмотрел, сомневается, нужно, не нужно, еще не иметь достаточного опыта для того, чтобы принять правильное решение. Ну и всегда на чужих ошибках учиться легче, хотя своей более доходчив. Итак, что такое весенний разгон? Это сообщение дополнительного тепла виноградным лозам для чего? Для скорейшего начала вегетации. Есть такая теория, что чем раньше виноград начнет расти, то есть вегетационный период удлиняется, соответственно, у него гораздо больше шансов, чтобы вызрела ягода и вызрела лоза. В теории как бы все хорошо, но на практике есть нюансы. Первое – это сроки вот этого самого разгона, когда его начинать. Сегодня у нас 12 апреля, на дворе прекрасная погода, примерно 16 градусов, и эти 14-16 и плюсовые температуры ночью держатся с выходных. Вот, по-моему, в пятницу у нас вот как по щелчку пришла весна и стало тепло. И казалось бы, вот, да, еще мы сообщаем дополнительное тепло, да, делаем какие-то конструкции, и все хорошо. Но нужно обязательно учитывать климат своего региона и погодные особенности своего региона. На самом деле, вот синоптики по нашему региону, да, по Беларуси, по Минской области, ну, в ближайшие 10 дней обещают, что все будет классно, будет там небольшое ночное понижение, ну, где-то градусов до 3. Вот в эти выходные, пока обещают так. А дальше, если посмотреть долгосрочные прогнозы, все очень оптимистично. Но мы с вами знаем, что синоптики хорошо предсказывают погоду на вчера. Ну, ладно, может быть, на завтра. Долгосрочные прогнозы, ну, это так, такое себе. И мы знаем, опять же, за многие годы наблюдений, что примерно вот в районе 9 мая бывает и сдвигается. Опять же, тоже я говорю про конкретно наш регион, потому что в других регионах даже может быть совсем недалеко, где-то там низинка, торфяники, там тоже может быть по-другому. Так вот, примерно в районе 9 мая у нас могут приходить ночные заморозки. И даже правильнее называть это не заморозками, это не просто такая полосочка холода, которая там по низу прошла или чуть-чуть поверху, пару листиков зацепила, нет. Приходят как бы нормальные поздневесенние морозы. Несколько лет я показывала, когда вот я встаю там в 6 утра, да, а у нас и везде, на беседке, где 2 метра высоты, да, все покрыто, сирень у нас сидела, вот она вся была замерзшая, и цветы такие вот были замерзшие. То есть, понимаете, это нормальный мороз. Теперь возвращаемся к разгону. Мы сейчас, воодушевленный теплом, сейчас мы еще утеплим наши лозы, пусть они быстрее начнут расти. Вот они начали расти, а потом приходят вот эти морозы. Кстати, какой-то год, в мае у нас было минус 7. И что, понимаете, вот мы самые хорошие почки у нас начали рост, самые плодоносные, вообще самые-самые все лучшие. Потом, что мы с этими морозами будем делать? Вот эти наши маленькие, какие-то а-ля парнички могут не спасти. И я не просто так это рассказываю. На зре нашего виноградарства мы же тоже себя считали со самыми умными. Интернета тогда у нас не было по определенным причинам. Но вот мы сами придумали такое, что вот почему бы нам не сделать такой разгон. Закрутили. У нас два плоскостная шпалера, мы все там красиво в пленочке закрутили. Вот сейчас виноградик там согреется, выгнали вот такие вот красивые побеги, а потом пришел мороз. Вот эти побеги очень красиво померзли. Даже теплицы, вот когда приходят такие минус 4, то есть если, опять же, я повторюсь и подчеркиваю это, что легкий заморозок, который на попу очень ведет, да, это одно. А вот такие морозы, это другое. Возможно, в вашей местности такого не бывает. И для вас это не актуально. Но у нас это очень актуально. Было, когда у нас даже в тепличке вот чуть-чуть щелочка была, и там побеги подмерзали. Поэтому в нашем случае весенний разгон делается, ну, очень неразумно. По крайней мере, вот сейчас, в апреле. Потому что мы разгоняем, да, мы вот даем тепло, почки начинают открываться. И потом мороз это все красиво съедает. Даже вот я сейчас описывала погоду, которая была в ближайшие дни. И вот у нас в Беларуси все хорошо. Но если посмотреть севернее, там Московская область, еще чуть севернее, сайт Ventusky, который дает такие достаточно хорошие прогнозы по местности, показывает в воскресенье минус 7. Так вот, если вы, например, в те выходные или на этой неделе, свой виноградник раскрыли, там почка еще закрыта, этот мороз, он не страшен. Ну, если вы решили вот разогнать, да, сообщить дополнительное тепло, и почка начала открываться, либо она у вас уже такая побольше, да, то вам уже надо думать, как от этих минус 7 защитить. То есть разгон – это хорошо, безусловно, но нужно четко понимать время, когда это нужно делать. То есть в наших условиях, например, это актуально делать вот примерно после 9 мая. Ну, потом уже приходит и так нормальная погода. Хотя, например, в прошлом году весна была довольно холодной, еще первая половина июня тоже была такая достаточно прохладная. Вот тогда это логично, потому что прохладно, да, и так весна затяжна. И мы уже знаем, что вот таких катаклизмов не будет, и тогда в разгоне есть смысл. Второй, скажем так, минус разгона – это физическое его осуществление, да, как все это сделать. Вариантов может быть превеликое множество, и все зависит от ваших возможностей материальных, физических, грубо говоря, вашей фантазии. Один из таких достаточно тиражированных вариантов – это что-то типа каналов, ну, как по мне, это просто, да, грядка, которая закрывается сверху спонбоном, лозы не подвязываются, не поднимаются, а вот они там лежат, утепляются, спасаются от заморозков. У такого варианта есть огромнейший недостаток. Опять же, ну, мы через это прошли, да, мы за больше чем 10 лет уже столько всего напробовали и столько шишек набили, да, что это на пару часов хватит рассказов. Так вот, мы там лозы держим, они начинают расти и потом достать вот из этого вот канала и подвязать. Это очень и очень проблематично. Побеги хрупкие, они обламываются. И вот несколько видео подряд я на это обращала внимание и все время комментарии. Ну, так что мы же все равно проламываем? Да, мы проламываем. Но мы проламываем худшие побеги, самые слабые. А обламываем самые лучшие. Ну, если вам просто нужны побеги, так вообще можно не париться, ничего не накрывать, не закрывать. Побеги будут, да. Но если мы хотим хороший урожай, то вот обидно, что обламывается самое лучшее. Более того, нет смысла, ну, с нашей точки зрения, вообще, говорят, здесь какие-то вот эти каналы, что-то делать. Можно просто в шпалере подвязать проволочку, либо поставить какие-то дужки, через них пустить укрытие. Абсолютно так же. Только когда вы его снимете, да, у вас все лежит просто на земле. Вам не надо лезть куда-то вглубь, да, в какое-то ограниченное пространство. А оно у вас лежит на земле, и у вас возможностей чуть больше. И здесь получается, вот, если мы используем такой способ, то обычное зимнее укрытие, если оно у нас более-менее пропускает цвет, то оно вот в какой-то момент начинает как раз-таки играть роль разгона, и играть роль такого вот утеплителя. И наше укрытие, которое мы используем много лет, синтетические ватин, вот так вот это выглядит. Я все время вставляю фотографию, потому что кто-то ведь приходит на канал первый раз. Так вот, несколько лет, ну, так складывалась погода, и так складывались обстоятельства, что мы понимали, открывать, например, сейчас нет смысла, потому что вот дальше идут морозики, и надо будет опять что-то придумывать, и уже почка трогается в рост. Поэтому мы держали до последнего, и не один год мы открывали как раз-таки с большими побегами. И поэтому держать больше, к сожалению, нет возможности. Я вам сейчас покажу, что там творится под укрытием. А там уже большие ростки. Итак, вот смотрите, я открыла, и вот здесь видно росточки уже такие вот. Ой, вот. Найду. Сантиметров по... по пять, наверное. Смотрите, возле дома русский ранний. Уже в районе до по 15 сантиметров. Уже вон гроздь девятный. А ведь всего лишь конец апреля. Ну, как видите, вот, конечно, такие лозы уже дальше держать просто некуда, потому что потом вообще их никак не подвяжешь. И да, все красиво, мы все сохранили, но велика вероятность обломки, и это все подвязывает долго, если у вас там два, три, четыре, пять кустов, это, конечно, все возможно. Но у нас 250. Поэтому это, ну, это очень трудоемко, и, повторю, очень жаль, когда обламывается самое лучшее. Но если, например, как бы вам это удобно, вам это комфортно, вам это вот приемлемо, пожалуйста, можно этим пользоваться. Но опять же, смотрите тип вот этого укрытия, да, и смотрите погону, потому что если это тоненький спонбонд и минус семь, то может и не выдержать. Еще один вариант, который используют для разгона, это уже подвязывают лозы, и затем тоже делают какие-то там домики, шалашики, ставят дуги. Вот этот вариант, он, конечно, более рабочий, потому что, во-первых, у нас уже все подвязано, создаются гораздо большее воздушное пространство, но опять же напоминаю, что здесь очень важно время, в которое вы это делаете, потому что, если вы сделаете это слишком рано, вы разгоните, получите хорошие побеги, которые потом могут подморозиться. Имейте это в виду, ну, либо вам надо будет опять же дополнительно думать что-то для обогрева. и кроме того, вот такой второй вариант, он достаточно трудоемкий, и, ну, это тоже стоит денег, да, потому что это достаточно много какого-то укрывного материала, дуги там, или еще что-то, какие-то сооружения, то есть, и физически все это сходить, закрепить, ну, пару кустов можно, если кустов больше, уже возникают сложности, хотя вариант рабочий, и, например, для некоторых регионов, может быть, очень даже полезный. с нашей точки зрения уже в таком случае проще было бы сделать теплицу, ну, потому что там все-таки вот один раз вы сделали эту теплицу, посадили туда виноград, и уже все гораздо проще, не надо каждый раз вот это что-то снимать, одевать, открывать, раскрывать, но тут каждый решает сам, да, что ему удобнее, что ему хочется делать, что ему не хочется делать. если, допустим, мы понимаем, что все-таки, наверное, разгон нам в нашем регионе был бы необходим, мы еще только планируем высаживать виноград, ну, теплица там, например, не наш вариант, не ваш, подумайте над местом, где посадить виноград таким образом, чтобы вам потом вот этот разгон было делать проще, и какие-то дополнительные вот эти сооружения тоже было делать проще. Вот наш пример. Ну, вот, например, здесь, в перестенке, какой-то разгон делать будет гораздо проще, да, потому что можно тут какую-то сделать такую достаточно массивную конструкцию, не массивную в плане сооружения, да, а такую, которая будет хорошо давать тепло, давать этого тепла много, при этом, и в случае чего, если будут заморозки, то тоже это не так страшно, потому что чем меньше у нас какой-то объем, прогреваемый, тем опасность вот этих, если переходит мороз, у нас какой-то год было минус 7 в мае, то есть понимаете, да, что там, ну, про это тоже надо думать, то есть вот здесь это просто сделать, то есть, как видите, здесь вот у три стенка, ну, это, это у нас дом, да, там, окошки есть, ну, если, например, у вас есть какой-то вот сарай, у которого есть хорошая южная стена, либо забор, да, и у вас есть возможность посадить с его южной стороны, во-первых, эффект при стенка, он уже дает дополнительное тепло, и это хорошо, и там, ну, здесь сделать, да, какую-то вот такую временную конструкцию, ну, несколько проще, опять же, с нашей точки зрения, может быть, кому-то проще по-другому, то есть, когда мы думаем о необходимости весеннего разгона, мы, в общем-то, учитываем, ну, скажем так, три вещи, да, в принципе, наш климат, может быть, у нас и так все будет нормально созревать и вызревать, ну, опять же, мы приводим наш пример, у нас в Минской области вполне нормально все созревает, ну, да, в какие-то очень сложные годы, как в прошлые, может быть, что-то там не дотянуло до идеальных кондитий, но все равно у нас ягода созрела, нормально созрела, у нас лоза вызвела, ну, даже в такой год нам заниматься каким-то разгоном нет смысла, но есть регионы другие, где более затяжная весна, да, она более холодная, более короткий вегетационный период, осень, приходит рано, и там есть необходимость в этом разгоне, значит, пользуйтесь этим, дальше смотрите, сроки, вот, вот они очень важны, то есть идеально, так, чтобы потом вам не было мучительно, больно от того, что вот вы все разогнали, а мороз пришел и это скушал, ну, и ваши затраты на то, чтобы физически это осуществить, может быть, есть смысл пристенков, может быть, есть смысл теплицы, может быть, есть смысл подбора каких-то ранних, более ранних и ультра ранних сортов, но кому весенний разгон точно необходим, даже в нашем регионе, молодым посадкам, посадкам прошлого года, если мы вот весной, например, садили вегетирующие саженцы, вот, из, ну, пророщенные из череночков, да, вот такие, в первый год бывает, что действительно не хватает тепла, не хватает питания, у них может плохо вызревать лоза, они могут болеть, вы еще можете, ну, как бы, обладать недостаточными знаниями для того, чтобы вырастить их сильными, вариантов может быть очень много, как зависящих от вас, так и независящих, так вот, они могут уходить на зиму спящими, и по весне вы открываете и думаете, что, наверное, там все погибло, режете побежек, он сухой, может быть, где-то зелененький, в любом случае, часто бывает так, что они просыпаются долго, смотрите, если мы все правильно посадили, мы всегда рекомендуем при посадке, я показываю на таком зелененьком, мы рекомендуем при посадке, чтобы вот пару почечек любого саженца, такой вы высаживаете, либо другой, уже годовалый, при посадке оказались под землей, в таком случае, допустим, если он не вызрел, вот этот побежек, да, то вот эти пару почечек, они у нас оказались в земле, и вот здесь вот нам будет мешать, вот здесь у основания вот этого побега есть очень много почек, которые находятся в спящем состоянии, бывают там их и пять, и более, они очень маленькие, они такие вот прям совсем зачаточные, и их не всегда заметно, но в определенный момент, то есть если вот здесь у нас все плохо, все погибло, они начинают расти, но пока они пробудятся, проходит много времени, и мы можем опять попасть в то же колесо, то есть пока оно все проснется, 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 уже у нас середина лета, вырос небольшой зеленый побежек, тут рано осень пришла, опять лоза не вызрела, ну мы как белки в колесе, так вот, для посадок прошлого года часто весенний разгон необходим, чтобы быстрее вот эти почки проснулись, опять же, когда делаем, делаем, когда мы понимаем, что в принципе у нас уже, наверное, самые неблагоприятные условия прошли, самое простое, это сверху какой-то маленький парничок, пятилитровый бутылок, самый простой вариант, дужечки и спонбондик тоже, чтобы небольшой шалашик сделать, и кроме этого, мы еще вокруг можем немножко откопать землю, чтобы она быстрее прогрелась, и вот там все начало быстрее просыпаться, то есть вот для таких молоденьких часто бывает, что это необходимо, и даже бывает, что, ну вот очень быстро, мы только поставили эту бутылку, и прям виден эффект через неделю, через две, бывает, что просыпается долго, у нас был случай, когда саженец проснулся чуть ли не к середине лета, да, такое тоже бывает, и кстати, еще часто может такое быть при глубокой посадке, вот вы насмотрелись южных виноградарей, а сами живете в северном регионе, где земля не очень хорошо прогревается, да, и вы посадили, как они советуют, на полметра, на 60 сантиметров, ну потому что у них другие условия, а у вас надо садить гораздо выше, поэтому пока оно там прогреется, пока он проснется, вот в таком случае тоже разгон необходим, а во всех остальных учитывайте те три фактора, которые я вам назвала, и дальше уже решайте в ваших конкретных условиях, нужно вам это или нет, надеюсь, видео вам было полезно, большое спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты, до новых встреч!